Николай Новиков «Братовсельский? Какой к черту брат? Когда я успел поврататься со смертью?» «Ха!» – задрал я бровь. «Брат?» Рукоять гнева поднялась с земли и влетела в руку. «Но не сестра же!» – пожал он плечами. Тем временем половина его тела приобрела естественный для Вселенной цвет, а голос походил на дребезжащее бренчащее нечто. То был обычный взрослый парень лет двадцати трех, с черными волосами и серыми, которые ближе к белому глазами. Из одежды же он носил черный балахон, чешуйчатые острые перчатки и сапоги того же материала. Не скручено, что под тряпкой также скрывалась остальная часть бренчащего доспеха. «Не понимаю, о чем ты?» – сказал я и сжал гнев сильнее, отчего по мечу и телу прошел импульс трещин. «Что это за чучело?» – спросил я у братьев. «Эй, лень, ты ведь про него говорил?» Молчание. Даже злобный меч не отвечал. «Ой, не к добру это!» Ариана стояла чуть правее меня и попадала в периферийную часть зрения, отчего взгляд невольно цеплялся за обеспокоенную мордаху и нелепую попытку совладать с дрожью. «Я вот, кстати, тоже что-то нихера не понимаю», – нахмурился он. «У тебя же выскочило сообщение, да?» Выскочило. «А вот у меня что-то нет». Заслон из дымящейся тьмы окончательно сжался до кисти правой руки и меча. «А что ты ожидал увидеть?» – спросил я. «Подобное сообщение», – ответил смерть. «Больше, чем уверен, что с ним лучше не сражаться. Ведь я уже вышел из боевого режима гнева. Нужно быть дружелюбным». Взгляд упал на вечно открытое при диалоге окно характеристик. «Но, боже, я же сейчас все заработанные за битву статы потеряю». Спиралевидный меч превратился в подобие тьмы и всосался в ладонь, окончательно утянув за собой паранормальный покров черной энергии. Теперь передо мной стоял совершенно обычный фэнтези-игрок в пафосных перчатках и балахоне. «Ай, да что за хрень-то?» Он вздохнул и сжал лицо в одну точку. «Только подумал, что выберусь из этой жопы». Смерть осмотрелся. «У тебя точно ничего странного сейчас не происходит? Усиление способностей, желание куда-то телепортироваться, непомерная любовь к братику?» «Вроде бы нет». «Тьфу ты!» Он потер лоб. «А у тебя, малой, а у тебя, рыжуля, тоже нет?» пропищала девушка. Мальчишка лишь покачал головой. «Да чтоб вас всех!» Его тело за секунду покрылось темным покровом, а в руке опять образовался меч. «Как тошнит от этого инферно уже!» Взмах мечом, и в пространстве вновь появляется брешь. «Постой!» Кричу я. «Ха?» Незнакомец уже наполовину зашел в портал. «Объяснить, почему ты принял меня за брата? Как ты здесь вообще оказался?» «Сила всадника появляться там, где мутится твоя тема. В моем случае массовый геноцид». «Но так здесь же никто не умер?» Попытался я выудить больше информации. «В том-то и прикол. Способность коряво работает лишь при взаимодействии с другими всадниками. Она их просто не учитывает. Но почему-то я не увидел нужного сообщения, не почувствовал усиления. Значит, поблизости его нет. И делов он наделал лишь косвенно. Он просунул вторую половину тела в портал, и теперь торчала лишь голова. «Всего доброго!» «Не болейте!» «Почему ты все это рассказываешь?» Не понимал я. «Это же секрет твоей силы!» «А что ты мне сделаешь?» «Думаешь, сможешь справиться со смертью?» «Вряд ли!» Ухмыльнулся незнакомец. «Ах и да, малой, не допускай перегруза, а то ведь мопсы и плавать умеют!» Он подмигнул и окончательно исчез в разрезе. А вместе с незнакомцем пропал ревущий звук открытого портала. Мы остались в тишине. «Отпусти меня, уродец! Почему ты не дал набить ему я...» «Потому что с ним не совладать. Если бы не я, то всадник бы увидел сообщение носителей грехов. «Ну и что?» «Сдох бы Максвелл, и хер с ним плавал. Это сражение со смертью, неужели ты не понимаешь?» Как всегда, злился гнев. «Эй, пацаны, вам там нормально?» «Твою мать, Лень, ты идиот! Ты испортил мне все настроение! Главное, что мое в порядке!» «Дорогие друзья, не могли бы вы объяснить данный казус?» «Лень заблокировал наше присутствие, чтобы не спровоцировать всадника». «Всадника апокалипсиса?» «Нет, ёб твою мать, процветание и благопо...» «Все, заткнитесь, а то сейчас еще и этот придурок придет!» «Какой еще этот? И почему это слово будто подчеркивается линией?» Молчание. Лень объявил сон час. «Эх, боже!» Вздохнул я и вновь отпустил гнев. «Сколько всего за один день? Сколько всего?» «Макс, кто это был?» Спросил Адам дрожащим голосом. Без понятия. Ничего не оставалось, кроме как пожать плечами и повернуться на перепуганных компаньонов. Был да сплыл. «Ну а откуда он знает, что я чуть не умер?» Мальчик не переставал сжимать кулак. «Действительно. Откуда смерть может знать о чьей-то смерти?» «Не переживай, Адам, он нас не тронет. Если бояться каждого сильного существа, то тогда вообще смысла жить нет. Их по миру столько, что, возможно, прямо сейчас ты на таком стоишь. Кто знает, может, черви ледоедов прямо существуют?» Парень округлил глаза и посмотрел под ноги. «Он искал не нас. Он ушел. Не вижу проблем. Захотел бы драться, дали бы отпор». Я внимательно смотрел на дрожащие руки мальчика. «Пора привыкнуть, что вокруг одни безумцы и монстры, Адам. Сейчас ты встретил одного из них. Помнишь, для чего я тебе предложил становиться сильнее?» Он поднял голову. «Чтобы приготовиться к встрече с монстрами?» «Именно. Как видишь, мы подготовиться не успели. Монстры встретились раньше. Да и тем более я бы вас защитил, будь уверен. Смерть!» Я махнул рукой и пошел в сторону ослабевших напарников. «Шалупонь!» «Правда? Ты сильнее смерти?» Его голос слегка выровнялся. «Ради вас, да?» «Внимание!» «Что-то пытается вторгнуться в ваше тело. Неудачно!» «Заткнись, иначе Оан придет!» «Да твою мать, кто это он?» «Гнев, ну хоть ты ответь!» «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м» Бубнил меч сквозь заклеенный рот. «Ура!» Ариана за один прыжок преодолела несколько метров и повисла на наших шеях. «Мы победили! Мы выжили!» Бедный мальчуган едва не упал на землю. А она... Нос задвигался, как у собаки. «Вкусно пахнет!» Я чувствовал аромат еловых деревьев. «Да когда ты кого-нибудь здесь уже трап...» Не договорил гнев. Девушка, видимо, услышала извращенческие принюхивания и тут же нас отпустила, возвращая мальчишке доступ к кислороду, а мне самообладание. В конце концов, нюхать девушек в обществе не заведено. «Воняю, да?» Она понурила голову. «Черт, и что ответить?» Шестеренки в голове вновь закрутились. «Неправда же говорить, что я извращенец, и мне нравится ее запах?» «Да». «О боже!» Она прикрыла лицо руками. «Как сты...» «Кровью!» Указываю пальцем на раненое плечо. «Подойди сюда». «Ах, кровью!» Она медленно заковыляла в мою сторону. «Что ты хочешь сделать?» «Гнев!» Меч влетел в руку и едва не напугал Ариану. И вновь в моих глазах она предстала беззащитной девочкой. В последнее время, не знаю почему, она походит больше на ребенка, нежели на взрослую и опасную девушку, какое я ее знал при знакомстве. По крайней мере, раньше она не плакала и вела себя более уверенно. Я разрезал ладонь обострее меча и приложил к багряной и мокрой ткани. За пару секунд кровь перетекла с рубашки Арианы в открытый порез и вернула одежде сухость и цвет. Отчасти поработать химчисткой пришлось ради репутации непоколебимого неизвращенца, а отчасти, чтобы освободить глаза от лишних наблюдений за нижним бельем девушки. Сквозь мокрую ткань я прекрасно видел очертания лифчика и груди. Неудобно как-то? «О, ого!» сказала она. «Адам, подойди». Я высушил и пацана. Что ж, голова загудела в попытке придумать дальнейший план. «Говоришь, никто из жителей не пострадал?» «Угу», кивает мальчик. «Все у дома Арсалин». Я повернулся в сторону временного убежища и увидел торчащие демонические головы. Что ж, голова загудела еще сильнее. «Ладно, пойду с ними поговорю». «Можно с тобой?» спросила Ариана. «Конечно, только не пугай там никак...» «У них рожки, Макс!» тут же прозвенела Ариана. Надо признать, я рад, что девушка вернулась в прежнее свое придурковатое состояние. Непривычно видеть вместо сияющего солнышка непонятное дождливое нечто. «Все целы?» спросил я у прячущихся демонов. Жители деревушки попятились назад. «Черт!» взгляд упал на покрытые трещинами руки. «Они ведь все видели. И поглощение крови, и безумный стиль боя...» «Не бойтесь, никто вас не тронет, вы в безопасности!» Я попытался вернуть голосу более человеческий оттенок. «Ведь для этого мы и пришли...» «Да, мы понимаем...» сказал нахмуренный старейшина и прижал дочурок поближе. «Ну и славненько!» улыбнулся я и медленно пошел обратно. «Старейшина, мне нужно с вами поговорить. Скорее всего, в их глазах я навсегда останусь поехавшим всесильным психопатом. Печально?» «Да, конечно...» Он нехотя отпустил девочек и пошел следом. «Ариана, Адам, отвлеките жителей от этого безобразия. В их глазах мы должны быть спасителями, а не монстрами-прышельцами». «Ну как?» спросила девушка. «Мы ведь языка-то даже не знаем. Просто будь собой. Поверь, у тебя получится!» Я похлопал спутницу по плечу и переключился на демонический. «Извините, что так получилось, я не хотел их пугать». «Но, к сожалению, они испугались», вздохнул мужчина. «Но мы все же понимаем, что остались живы именно благодаря вам. Только вот видеть такую резню непривычно». «Да», кивнул он. «Особенно детям. Увы, другого выхода не было». «И все это понимают». И еще раз вздохнул старейшина. «Просто дайте время, и все перестанут бояться. Просто...» Он остановился. «Просто мы впервые увидели настоящее богоподобное существо». «Внимание, что-то пытается вторгнуться в ваше тело. Неудачно». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». «Похоже, вы и впрямь не обманывали, когда говорили о цели визита. Ну, конечно», «Усмехнулся я. — Божества не лгут? — Да, в легендах так и говорилось. Мужчина нахмурился и опустил взгляд в землю. Куда-то не туда все пошло. — Кхм-на, — кашлянул я и привлек внимание старейшины. — Давайте к делу. Скажите, мясо насекомых съедобно? — Шмелей, да, ос нет. — Отлично, — хлопнул я в ладоши. — Миньоны, жрите всех крылатых. Обвел рукой всю деревню. — А вы можете делать со шмелями все, что хотите, — обратился к мужчине. Он округлил глаза и осмотрелся. — Но их же здесь очень много, — прошептал старейшина. — Значит, теперь у вас много еды. Я пожал плечами. — Но мясо синих чемпионов стоит огромных денег. Разве вы не хотите их продать? — Зачем? Материальные ценности последнее, что нас интересует. — Говорил я сквозь жабьи слезы. — Считайте это извинением за устроенную бойню. Мужчина встал, как вкопанный, и не сводил с меня глаз. — Но ведь здесь на несколько недель... — Все продолжал шептать он. — Ах, и еще одно! Повысил я голос и задрал палец кверху. — Не могу смотреть на его замешательство. Видимо, все настолько ужасно, что он даже не верит в саму возможность раздобыть еды на несколько недель. Нужно перевести тему. Взгляд упал на ковыряющего косе первого. Активация прерогатива познания повелителя. Уникальный юнит сопля-1. Вид существа сгусток ожившего яда. ПУ-41. Навыки. Деление. Способно распадаться на две части. Количество деления не ограничено. Пересмешник отравы. Способно контролировать последний поглощенный яд. Слизь плюс. Все навыки слизи усилены в два раза. Высокий предел. На эволюцию требуется больше ресурсов, а потому предел для увеличения массы тела также увеличен. Бинго, твою мать! Скажите, а осы только парализуют при атаке? Да, их яд почти безвреден для жизни. Ясно, кивнул я. Что ж, план с растениями отменяется. Почему? Мы вас как-то разочаровали? Спохватил Саун. Нет, просто теперь у меня есть этот красавчик. Ткнул я на слайма цвета морской волны. Но вы же все равно нам поможете. Конечно, не переживайте. Создание яда — подготовка к спасению, а не награда за него. Поэтому ничего страшного. Фух, выдохнул старейшина. Тогда я расскажу жителям о шмелях и еде. Конечно. Я вновь кивнул и переключился на человеческие. Адам, телепортируй меня в лагерь. Уже? Высунул он голову из-за угла. Ладно, Ариана, мы уходим. Уже? Высунула она голову. Ну, они такие прикольные. Макс, тут ребятишки только-только успокоились. Можно нам еще остаться? А я разве сказал уносить абсолютно всех? Гнев влетел в руку. Вы переезжаете в деревню, а меня оставляете в лагере. Что? Нахмылилась девушка. Ну, почему? Потому что я привлекаю монстров. Останусь здесь, погибнут жители. Останусь с вами в лагере. На вас неожиданно нападут. Теперь я буду жить один. Адам временами отправляет часовых к спящей красавице Максвеллу. Ах, вот как! Насупилась Ариана. Ну, я могу с тобой остаться. Меня не жалко. Нет, жалко. Адам, что встал? О-о-о. Девушка поднесла палец к подбородку и о чем-то задумалась. Вспышка, и через секунду я вываливаюсь вместе с пацаном в старом нашем убежище. С вами все в порядке? Тут же подбежала принцесса. Боже, что случилось? Ее взгляд упал на разорванную рубашку брата. Адам, уноси сестру в деревню, там все объяснишь. Как мыши и слаймы расправятся с осами, кидай их сюда. Принцесса, красный комок у тебя? Да. Да, судя по голосу, она вообще ничего не понимала. Отлично. Отдай его брату. Когда затрясется, сразу ко мне. Все, шруйте отсюда. П-п-пога. Едва не сказала девушка, как шаловливая червоточина братца забрала ее с собой. Фух. Я выдохнул и вытер пот со лба. Отдых. Мне нужен отдых. Если сюда вновь нагрянут неправильные пчелы, высокий опыт должен взять тело под контроль. Не зря же в игру эту механику ввели. Я скинул меч в высокие густы и с кряхтением залез в палатку. Боже, как я устал. Тело само повалилось на землю. Вот бы вздремнуть на диванчике перед телевизором. До шоколадика в желудочке. Желаете выйти из игры? Боже, ну конечно. Писк, звук механизма пробуждения. Я открыл глаза и увидел почему-то включенный свет. Странно. Если в комнату не заходить, то он сам вырубается через пару минут. Голова со скрипом высунулась из-за края стального гроба. Эмилия, наверное, захотела. Или случайно натыкала на кнопочки, глупышка. Сквозь боль ржавых суставов я выполз из капсулы и едва не забыл надеть хоть какую-то одежду перед выходом из комнаты. Ведь точно, в реальности пару часов всего прошло. Выздоровление сестры от похабного недуга даже и не предвидится. Кстати, чем она там занимается? Имплент вызвал к камерам по всему дому, а виртуальный взгляд остановился на лежащей в кровати Эмилии. Она вворочалась под одеялом и пыталась найти удобную позу для сна. Умелившись неугомонной милашки, я отключил изображение и вышел из комнаты. Естественно, первым делом ноги понесли уставшего Артура к запасам шоколада. Телевизор, дай мне новости. Пластмассовая коробка включает игровой канал, а я аккуратно беру грааль с заваренным внутри божественным напитком и подхожу к панорамному окну. Автоматическое жалюзи считывает подсознательное желание хозяина и въезжает в потолок. Глазам предстает прекрасный вид неонового города с мельчишащими внизу разноцветными машинами и снующими туда-сюда людьми. Казалось, что упади с такой высоты, лететь бы пришлось всю оставшуюся жизнь. Как-никак жил я на последних и самых дорогих этажах. Да уж, реальный мир бывает красивым. По спине шли мурашки от осознания высоты. Я видел крышу каждого здания под ногами. «Прекрасно! Чувствую себя повелителем всего мира. Жаль, что люди в нем полное де...» «Брат, ты тоже это видишь?» — прозвенело в голове. Я упал на колени, схватился за виски и едва сдержал вскрик боли. Казалось, кто-то изнутри разрывает череп и разрушает каждую кость в теле. Кто-то выдирал мои суставы, словно дантист вырывает зуб, не вколов обезболивающего. «Это как в нашей столице, только в семь раз выше!» — вопил ревущий голос. «Брат, существуют и другие реальности, помимо Инферно, Пандеи и Посмертия!» Руки со всей силы сжимали голову в попытке избавиться от скрежета в ушах. Из носа пошла кровь. В глазах помутнело. Я осознал, что теряю контроль над телом. «Не вопи, Гнев, я все прекрасно вижу. Секунду, ты почти добрался до его сознания. Вне Инферно и Пандеи он не сможет нас ограничивать!» Ноги и торс онемели. Я медленно поднимался с колен. «Стоит ли говорить, что я не хотел подниматься с колен?» «Лень, но я не понимаю, как так? Почему мы телепортировались в другую реальность?» Пропало зрение и слух. Из всех чувства стались лишь тактины. И те лишь через призму, а не меня. Единственный звук, который удавалось услышать — голос грехов. «Руки!» — прохрепел я. «Что, руки? Гнев, какого черта ты все еще мешкаешь? Я не хочу стараться сдерживать его личность». «Нужно было отключать руки, поганые крысы!» «Секунда разгона акселератора». «Зря вы сюда пришли», — сказала тьма. «Очень зря», — сказал свет. «Вспышка, и я на мгновение теряю сознание». Но этого мгновения хватило, чтобы воспоминания минувших лет вновь вырвались в реальность сна. Глава вторая. «Нет места для счастья». Часть вторая. Однака с водой и отоплением у них прям проблем нет. Теплый душ кажется оазисом среди омерзительной пустыни мусора и отребья. «Прошел еще день, и только сегодня я встал на ноги. А Артур увидел мои потуги побродить по бункеру и заботы ради показал душевую. Или же причиной тому служила вовсе не забота, а суладкая благоухания больного, тогда как на мое состояние ему всецело плевать. Естественно, второе. Это же люди. Но после множества дней пыток на грязном матрасе обычной теплой души впрямь превращается во плот надежды и спасения. Я вышел из душевой и осмотрелся. Передо мной располагалась еще одна комната, предположительно для хранения запасов. Тогда как слева и справа продолжался темный коридор. Пойду направо, выйду в общий зал к людям. Налево, черт его знает. Если впереди и впрямь склад, то под неизвестным предлогом мне нужно попасть в помещение слева. Или же во второй коридор в зале. Вряд ли здешние ученые были настолько тупы, что прятали бы военные наработки на складе с едой. Поэтому делать в помещении спереди мне нечего. Может, краем глаза заглянуть в левое ответвление? Думал я. Если раскрою, скажу, что хотел побродить по комплексу, развеяться. Да, так и сдел... Послышали шаги из левого ответвления. Твою мать! Артур предложил пойти в душ как раз перед очередной вылазкой. Но последовать совету я решил лишь спустя несколько часов. И потому, скорее всего, именно они сейчас и шагали. «Ай, черт!» — цыкнул я. «Возможно, там и находилась цель. Если оно так, то этот ад прекратился бы уже сегодня». Твою мать! Артур прорычал и прошел мимо несвойственно быстрой походкой. Следом вышла понижшая Ева. В двух руках она держала снайперскую винтовку и также шла необычной походкой. Медленной и немного прихрамывающей. Но, в отличие от братца, девушка подняла на меня глаза и подставила лицо под луч ультрафиолетовой лампы. На фоне чуть грязноватой кожи бледно-голубым сияло множество свежих царапин и ссадин. Девушка задержала на мне взгляд слегка остекленевший глаз, опустила его в пол и пошла дальше. «Ева», — сказал я, — «что-то случилось?» «Очевидно, что что-то случилось. Глупый вопрос». Если бы подобное спросили у меня, то тут же получили бы поток оскорблений и презрительный взгляд. Однако сейчас как-то нужно начать диалог, а по-другому, увы, я не умею. В конце концов, общаться с людьми мне доводилось лишь на базе да в далеком детстве. «Да, случилось». Она остановилась. «Нас поймали». «Твою мать!» «И что это значит?» — спросил я. «Если по их следам сейчас придет армия освобождения или сила нападающей стороны, то весь план накрывается к чертовой матери. Да, я могу одним щелчком их уничтожить, но все задание строится на анонимности и отсутствии лишнего внимания. По этой же причине сюда отправили именно меня, а не другого агента или отряд по поиску потерянных объектов». «Тупорылое руководство!» В который раз проклял я верхушку. «Одно дело — допустить слив важнейших наработок, другое — предпринять две гребаные неудачные попытки их вернуть. И теперь за чью-то тупость вынуждена расплачиваться я, поганые идиоты!» «Ничего», — тихо сказала Ева. «Как видишь, мы отбились». Она слабо улыбнулась и обвела лицо рукой. «Мы бы не пришли, если бы за нами увязались». «Вух!» — выдохнул я. «Слава богу, что вы в порядке!» «Конечно же, мне плевать на их здоровье. Главное, чтобы хвост не привели. Но разве я могу это сказать?» Девушка несколько секунд молча на меня смотрела. «Спасибо!» — улыбнулась она, на сей раз более естественная. «Не думала, что ты за нас переживаешь. Я рада!» Её израненное, грязное, но счастливое лицо производило странное впечатление. «Не...» — запнулся я. «Не за что, но всё же вы чем-то очень недовольны, особенно Артур». «Да, это правда». Девушка поставила оружие на пол и оперла спиной о стену рядом со мной. «Когда нас нашли, пришлось бросить большое количество припасов. Можно сказать, что сегодняшний день был едва ли не самым продуктивным». Она вновь помрачнела. «Но нам просто не хватило рук. Если бы брат спас добычу, то меня бы схватили. Вдвоём невероятно слож...» «Так возьмите меня!» — перебил я девушку. «Если вам нужен третий человек, то почему бы не взять меня с собой?» «Но...» — уже было ответила девушка. «Тебя?» — вмешался Артур. Увлечённый разговором, я не заметил появления парня в коридоре. «Ты думаешь, тебя спасали для того, чтобы вести на гибель? Смотреть, как тебя ловят и расстреливают одна из сторон? Не смеши. Пусть из людей у нас и впрямь лишь старики да дети, но мы вдвоём всё ещё способны совершать вылазки и обеспечивать бункер едой». Он усмехнулся. «И впрямь не смеши. Мы ещё не настолько пали, чтобы просить помощи у больного и немощного задохлика». «Артур!» — прикрикнула девушка. «Что?» Мозг не хотел верить в услышанное. «Эта дрянь смеет со мной так разговаривать?» «С задохликом, да?» Я оттолкнулся от стены и вышел навстречу парню. Пока я преодолевал разделяющие нас три метра, краем глаза удалось заметить обеспокоенное лицо девушки. Она напугана. Конечно, конфликт между больным, хиленьким подростком и здоровым взрослым парнем вряд ли кончится хорошо. Я отвёл взгляд от заигравшего по-новому лица Евы. «Но сейчас мне плевать». «Да, а что, какие-то проблемы?» Артур распрямил лежащие на груди руки. Готовый к драке, он казался ещё больше обычного. «Да ничего. Только вот этот задохлик как-то умудрялся выживать в городе всё то время, что вы прятались в бункере. Задохлик был всегда один, но при том умудрялся не отхватывать на каждом углу. И этот жалкий задохлик получил раны лишь тогда, когда захотел спасти детей из-под завала. «Так скажи мне, здоровяк, чем ты лучше задохлика?» Мы сцепились взглядами. «Здоровяк, что не может обеспечить кучку людей едой, кое полно в городе. Здоровяк, что не удосужился связать все факты о больном дохлике. И, наконец, здоровяк, что не может уберечь даже собственную сез...» Он сжал кулак и с размаху повёл его в челюсть. И впрямь тупорывый идиот. Медленно. Вся его бессмысленная атака казалась не быстрее замедленной сцены в фильме. Поднимаю левую руку и бью тыльной стороной ладони по запястью Артура. Драка, значит. Наблюдаю за отбитым кулаком противника. Он предпринимает ещё одну попытку ударить по челюсти. На сей раз правой рукой с разворота. И вновь ещё и спину подставил. Ловлю кулак левой рукой и бью пяткой по сгибу ноги. Артур падает на колено. «Прекрасно. Посмотрим, как ты запляшешь без руки. Жалко, а ты...» Сгибаю правую руку и уже было, направляя её в локтевой сустав врага, как меня прерывает возникший впереди миниатюрный силуэт. «Стойте!» — крикнула Ева и умудрилась протиснуться между нами. «Что за...» Я удивился небывалой силе девушки. Как она меня оттолкнула. Лишь спустя секунду я понял, что причина кроется не в силе девчонки, а в податливости собственного тела. «Хватит!» — кричала она тоненьким голоском. «Вы что, идиоты?» И ты спиной повернулась. Взгляд покрытых венами глаз вцепился в тоненькую шею. «А я ведь могу преобразовывать аугментацию и без труда её обхватить. Сломать одним нажатием». Суставы пальцев неестественно удлинились. Сжать эту мягкую молодую кожу. Рука потянулась к шее девушки. «Прервать очередную жалкую жизнь!» Мысли превратились в шёпот. «Оставить мир без её глупой улыбки. Без блестящего взгляда корих глаз. Без этой детской наивности». Со вздохом я остановил руку в миллиметре от шеи и быстро её отвёл. «Могу, но не хочу». Нахмуренная и очень сердитая девушка повернулась лишь в этот миг. «Я не хочу тебя убивать. Точно, не сейчас». «Да, ты права», — сказал я в ответ на злое, но отчего-то забавное лицо. «Сейчас не время для конфликтов и драк. Прости, Артур, я не сдержался». Парень медленно встал и развернулся в мою сторону со всё тем же готовым к драке видом. Однако на сей раз сжимать кулаки даже не собирался. «Ну?» — повернулась на него Ева. «Между прочим, это твоя ви...» «Да, чёрт возьми, да, я знаю!» Он отвёл взгляд в сторону. «Да, это я виноват, прости». Распустил язык, получил по заслугам. «Всё». Девушка смягчилась в лице и слегка улыбнулась. Как всегда. Раз Ева улыбается, значит, всё нормально. Видимо, такое поведение для него норма. Забавно наблюдать, как здоровый парень отводит взгляд от двух щупленьких подростков. «Ничего страшного», — ухмыльнулся я. «Бывает. Ну так что, берёте с собой». Артур цикнул. «Я не против. С ней только поговори». Кивнул в сторону сестры и вышел в зал. Девушка повернулась со странным выражением лица и несколько секунд хмурила бровки в попытках что-то на мне разглядеть. «Но ты же болеешь». Тихо, почти шёпотом сказала она. «Я-то не против, но ты точно в порядке?» «А если с тобой что-то случит, не переживай». Я поднял руку и остановил поток переживаний. «Как видишь, я полон сил». Ева перестала хмуриться. «Да и более того, как-то же я умудрялся выживать и без всяких бункеров». Я похлопал девушку по плечу и уже было вышел в зал, как странное и неприятное чувство остановило тело в шаге от света ламп в помещении. «Ай!» Врезалась в спину девушка. «Что такое? Что-то случилось?» Ещё секунду я размышлял о всей сегодняшней ситуации, пока наконец не дал ответ. «Да, что-то явно случилось». Повернулся на Еву. «Раны!» Кивнул на царапины снайперши. «С тобой точно всё в порядке?» «Ах, это!» Её лицо вновь помрачнело. «Да, они заживут. Могло быть и хуже. Только вот...» Её маленькие пальчики коснулись самой большой царапины возле глаза. «Что?» Спохватился я. «Заражения?» «Нет, вряд ли». Взгляд вцепился в алую рану. «Нет, это не оно. Тем более у нас не хватит лекарств на полный курс». Взгляд девушки вновь соприкоснулся с моим, а на её лице, как всегда, засияла улыбка, на сей раз грустная и слегка виноватая. «Нет, надеюсь, это не оно. Шрамы останутся, а это некрасиво». Её голос заметно утих. «А я хочу быть красивой». Я молчал. «У меня нет слов». Около минуты мы молча друг на друга глядели, пока девушка не отвела взгляд и не спросила. «Что, я дура, да?» «Да». «Это кем надо быть, чтобы в подобной ситуации переживать за внешность и красоту?» «Да и вообще, что такое красота?» «Принятие в обществе среди противоположного пола?» «Оценка внешности кучки похотливых имбецилов?» «Эх, боже», – вздохнул я и развернулся в сторону зала. «Если уж на то пошло, то шрамы точно не определяют красоту. У похотливых идиотов, может быть». «А что тогда её определяют?» «Не знаю, но точно не шрамы». Я на миг задумался. «По крайней мере, не для меня. Я бы на них и вовсе не обращал внимания». «Это ведь простая кожа». Взгляд упал на аугментацию рук. А кожа легко меняется. Если оценивать красоту, то только первозданную и неподменную. То, что не смогут заменить. Я повернулся и увидел широко раскрытые чёрные глаза. Хотя, о чём это я? Прости, бред несу. Мне, наконец, удалось вернуться в зал. «Боже, что я несу? И самое главное, кому я это несу?» «Эй, Артур!» Подхожу к пересчитывающему патроны парню. «Когда следующая вылазка?» «Завтра. Поэтому отдыхай и набирайся сил». Он на секунду остановился и ухмыльнулся. «Хотя похоже, что мне единственному здесь стоит набраться сил». «Для человека он силён. Но вот установленный природопредел уже не перепрыгнешь». «Ладно, тогда пойду ады...» «Давай играть!» Подбежал мелкий. «Что опять?» Уже испугался я. «Мы же вот только что в твоих героев-злодеев играли». «Четыре часа назад». Умело парировал малой. «И...» Взгляд проскользил по всему помещению в поисках приманки для надоедливого мальчика. Из всех присутствующих только Ева не отказывается играть с ним. Но та сейчас занята обработкой ран и хитрым подглядыванием за нами через зеркало. «Может, её запрячь?» Я посмотрел в отражение лица девушки, и та сразу же отвела взгляд. «Зачем мне лишний раз тратить время на тупую игру, если есть она?» «А раны не такие уж и глубокие. Там монстра звали Ктулху. И у него щупальца были. А этот маленький, у него тоже щупальца. Вот он и Ктулхёнок». «И много ты книжек читаешь?» «Мне впрям интересно. Для своего возраста ты уж больно красноречив». «Он и впрям словно не по годам развит». «Ну, сейчас вообще не читаю. Нечего. У меня книжек десять, но я их уже три раза перечитал. А новые никто не хочет приносить». Он слегка погрустнел. «Хочешь, покажу?» «Ну и дикость. Книги — это ж просто буква на бумаге. Что в них такого интересного?» «Смотреть на изрисованный папирус?» «Да чё за бред? Пустая трата времени». «Да, давай». Однако, всяко лучше, чем играть в эту хрень. Мальчик прибежал через минуту с охапкой книг. «А ты правда хочешь почитать?» Спросил он. «Просто, когда я сам предлагаю, все на меня странно смотрят и отказываются». «Да, да, правда». «Я хотел поскорее прекратить гундёж». Рука потянулась к брошенной куче и взяла первую попавшуюся. Некромант в мире... Я не дочитал и кинул обратно. Только не некроманты. Потом взял следующую. То оказалось «Мастер и Маргарита». Да уж, никогда бы не подумал, что начну читать.